Это история о великом царе-и-Мувахиде Зуль-Карнайне. Учёные разошлись во мнениях, был ли Зуль-Карнайн пророком или нет. Несмотря на то, что он был одарён богатством и могущественностью, он не был возгордившимся и поклонялся Аллаху искренне. Он обладал феноменальной физической силой, а также внушительной армией. Он любил завоёвывать новые земли и распространять на них религию Аллаха. В священном Коране о нём говорится следующее. Они спрашивают тебя о Зуль-Карнайне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нём. Воистину мы наделили его властью на земле и одарили его всякими возможностями. Аллах даровал ему облегчение в делах, он не имел финансовых трудностей, он был царём и был наделён войском. Обычно у простого народа антипатия к царям и правителям, но Зуль-Карнайна знали и любили. А его враги, в свою очередь, боялись его. И проигрывали войну из-за страха и убеждённости в проигрыше, не успев вступить в неё. Рассказывается, что Зуль-Карнайна отправился в путешествие, пока не прибыл на место, где садится солнце. Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный источник. Что это за источник? Одни учёные говорили, что это Чёрное море, другие – эгейское. Зуль-Карнайна обнаружил в тех краях народ, и у него был следующий выбор. «О, Зуль-Карнайна! Либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро». Что выбрал Зуль-Карнайна? Зуль-Карнайна. «Того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и он подвергнет его тяжким мучениям. Тому же, кто уверовал и поступает праведно, будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши легкие повеления». Потом он отправился в путь дальше, пока не дошел до места, где восходит солнце. Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым мы не установили от него никакого прикрытия. То есть не укрывало их от солнца, они не строили дома, в которых бы они могли укрыться. Это были дикие люди, которые даже не прикрывали себя одеждой. Некоторые толкователи Кур'ана высказали предположение, что речь идет о жителях Индии. Затем он продолжил путь. Дойдя до двух горных преград, он обнаружил там людей, которые почти не понимали речи или говорили на другом языке. Но, аль-хамдулиллах, Аллах дал ему понимание, и они сказали, «Озуль Карнайн, поистине Яджуч и Маджуч разоряют наши земли и вредят нам. Может быть, мы заплатим тебе, чтобы ты установил между нами и ними преграду. Кто такие Яджуч и Маджуч?» Ибн Кассир писал, что Яджуч и Маджуч – потомки Яфиса, отца тюрков, сына Нуха, мир ему. Яджуч и Маджуч притесняли и убивали людей, захватывали их в плен. Им нравилось распространять на земле бедствия и страдания, оставляя после себя разрушения и опустошения. Имам Ахмад передаёт, что посланник Аллаха, наложив повязку на палец после укуса скорпиона, сказал, «Вы говорите, что у вас нет врагов, но вы не перестанете сражаться со своими врагами, пока не придут и Аджуч и Маджуч, у которых будут широкие лица, маленькие глаза, тёмные волосы, спускающиеся вниз с любой возвышенности, и их лица будут похожи на выкованные щиты». И так Зуль Карнайн ответил тому народу, « as Слава,まぁ ма покнени фи Реби хайру, фааа инууны б кууе, и б кууе, и ёжайл بينكم в байнах ма, оғат уны збара л хадиид». оғат уны збара л хадиид. То, что дал мне мой Господь, лучше этой вашей оплаты. Я не нуждаюсь в ней и установлю для вас преграду бесплатно. Помогите мне силой, и я построю между вами и ними стену. Принесите мне куски железа. Заполнив ими проход между двумя горами, он сказал, раздувайте огонь. Когда железо стало красным, как огонь, он сказал, несите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него. Они, народы Яджуч и Маджуч, не могли забраться на стену и не могли пробить в ней дыру. Еще один достоверный хадис о племени Яджуч и Маджуч передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Яджуч и Маджуч колотят стену каждый день, так что уже почти видны на просвет солнечные лучи. Их предводитель говорит, прекращайте, завтра завершим. Но к их возвращению стена восстанавливается и становится еще крепче. И так продолжается до тех пор, пока в назначенный час, предопределенный Аллахом, они не вырвутся к людям. Это случится тогда, когда, пробивая стену, они почти увидят просвет, и их главарь скажет, прекращайте, завтра завершим. Инша Аллах. И они скажут, инша Аллах. Они скажут, мы победили жителей земли и покорили жителей небес. И тогда Аллах пошлет червяков, которые проникнут в их затылки, и они умрут. Зулькарнайн сказал, эта преграда – милость от моего Господа. Но когда исполнится обещание моего Господа, он сравняет ее с землей. Обещание моего Господа – истина. Зулькарнайн говорит, что это милость от Аллаха. Тем самым показывает, каких бы заслуг ни достиг человек, он всегда должен понимать, что благодеяние, которое мы делаем, – это милость Аллаха для нас. Аллах позволяет нам его совершить. Имя Зулькарнайн в переводе с арабского означает «обладающий двумя рогами». Некоторые люди считают, что Зулькарнайн и Александр Македонский – это один и тот же человек. Однако Зулькарнайн жил во времена пророка Ибрагима мир ему, а Александр Македонский родился в 356 году до н.э. Кроме того, Зулькарнайн был мусульманином, а что касается Александра, то он был язычником. Естественно, невозможно, что это был один и тот же человек. Субтитры создавал DimaTorzok